Судовой повар или кок. Как много в этом звуке для сердца нашего слилось, как много в нем отозвалось. В этом видео речь пойдет как о профессии судового повара, так и о питании экипажа в общем. Для этой профессии не требуется высшее образование, какие-то особенные специальные знания или межелиновские звезды. Это уже не временная и не переходная должность. И если вы готовы зарабатывать порядка 2500 долларов в месяц на уровне третьего помощника капитана, то профессия судового повара вполне может вам подойти. Кстати, я знаю лично одного очень хорошего повара, который получил диплом штурмана и даже отработал какое-то время третьим помощником. После чего вернулся к приготовлению пищи. Многолетняя неблагодарная штурманская суета или пусть тяжелая, но стабильная и даже творческая работа, каждый выбирает для себя сам. Сейчас я говорю о балкерном флоте, на пассажирах все абсолютно по-другому. Начнем с главного. Повар на судне и повар на берегу. Есть ли отличия? И кажется, что и там и здесь просто готовят еду. Но на берегу эту еду нужно продать. А на судне? Человека надо накормить, а не угождать им, чтобы человек был накормлен и сыт, а не голубий. Как-то мне довелось побывать в стейк-хаусе у знаменитого шеф-повара Нусрета Гюкче, повара, который солен. Да, это были великолепные стейки и баклова с мороженым тоже очень впечатлило. Но больше запомнилась атмосфера, очень колоритные официанты. Они сделали настоящий праздник из обычного обеда. Эти люди умеют продавать и не просто еду, а впечатление. И здесь же другой пример в абсолютно другой ценовой категории. Знаменитый турецкий балык-ихмек в бухте Золотой Рог. Было вкусно, но запомнился именно колоритный процесс приготовления. На судне же бывают свои кулинарные шедевры. Но здесь все как-то больше по-домашнему. А не для того, чтобы человек вернулся и все-таки принес свои деньги. Я не являюсь гурманом или ценителем высокой кухни. Но есть определенные вещи, которые мне нравятся и которые нет. Так, салаты я предпочитаю есть без масла. Думаю, что сделать это не сложно, но очень приятно, когда об этом помнят. Это то, что касается меня. А о других давайте спросим у повара. Есть ли необходимость подстраиваться под вкусы людей? Ведь кто-то не ест мясо, кто-то не ест, допустим, язык или какие-то другие продукты. Пойти некуда и, в общем-то, выбора у людей нет. Да, приходится подстраиваться. Мы приходится подстраиваться под эти вкусы. Приходится делать... Это сложно? Довольно нет. Вообще не сложно. Просто надо знать, кто есть, что он ест. И человек не ест жирное. Мы просто делаем отварное или духовки. Это не офицерская должность, но отношение экипажа к поварам всегда особенное. Еда предрасполагает к разговору, к тому, чтобы человек открылся. И это касается не только кулинарных пристрастий. Довольно часто с поваром обсуждают новости, делятся информация о каких-то событиях. И не просто так именно вокруг Кока объединялись люди в приключенческих романах. Достаточно вспомнить Джона Сильвера из Острова Сокровища. Ну или Негора из 15-летнего капитана, который оказался капитаном Себастьяном Перейро. Судовые повара, да и кампус в общем, становились героями многих вымышленных, да, наверное, и реальных историй. Одно из которых я сейчас хочу вам рассказать. Произошло это в далеком уже 20 веке, в Азовском морском пароходстве, во времена еще штатных экипажей. На замену штатному повару пришел новый, никому неизвестный человек. Судно сделало один рейс на Италию и возвращалось, заходило в Мариуполь. Утром на завтраке этот повар задавал всему экипажу вопрос. На обед 50 грамм и курочка всех устроит? Ну, суета, приход, никто не обратил на это внимания. Все сказали, да, конечно. Швартовка, власти, обычные проверки. Люди приходят на обед и видят на столах по четверть стакана водки и леденец, петушок на палочке. Это еще не конец истории. Естественно, начинают искать повара, но найти его никто не может. Вахтиной докладывает, что повар уходил и вернулся уже хорошо пьяный, но в данный момент он точно находится на судне. Через несколько часов этого повара нашли. Оказалось, что, собираясь домой, он зашел в морозильную камеру взять домой мясо. Но так как уже хорошо принял на грудь выйти из морозильной камеры, он не мог. Штырь, который открывал дверь, куда-то улетел. Ну и мозгов ему хватило только на то, чтобы какое-то время покричать и постучать, а затем прилечь на завалившиеся туши и заснуть. К одной из них он примерз, ну и получил обморожение. Из морозильной камеры его благополучно достали и попытались вызвать скорую помощь. Мариуполь, лето, 40-градусная жара. Скорой помощи задают вопрос, что случилось. Судно говорят, обморожение. Скорой помощи бросают трубку. Через несколько попыток ситуацию объяснить все-таки удалось, и скорая помощь приехала. Не берусь судить, насколько правдива эта история, но, как говорится, за что купил, за то продал. Это лишь один из примеров истории о камбузе и поварах. Еще одной особенностью этой профессии является то, что каждый из нас видит конечный результат и, разумеется, дает ему оценку. Да, каждый из нас, вне зависимости от должности, является экспертом и конечным потребителем, что, с одной стороны, разумеется, минус у всех, вкусы разные, а с другой стороны – плюс. Я встречал поваров, которые просто ждали фразу типа «мясо сегодня особо удалось», и после этого довольные уходили продолжать свою работу. Экипаж видит разных поваров и обязательно сравнивает их. Одному больше удается выпечка, другому – котлеты и первые блюда. Сами же повара не видят, как работали их предшественники и могут судить только по субъективным факторам. Экипаж же видит только конечный продукт – результаты труда. И в большинстве случаев даже не задумывается, тяжелая это работа или легкая, что еще в нее входит, и каково это вообще быть поваром. Работа повара – тяжелая, легкая или обычная? Работа повара тяжелая, потому что каждый день приходится вставать, готовить завтрак, обед, ужин. Легкой работы вообще не бывает, любую работу надо делать. Еще эту работу нельзя сравнить ни с работой на палубе, ни с работой в машине. Это совсем другая работа. В этой работе существует много рамок и ограничений. И первая из них – временное. Что бы там ни было, а в 7.30 завтрак должен быть готов. И если, допустим, для работы палубной команды бывают тяжелые времена, такие как мойка трюмов и относительно легкие, допустим, вахта у траппа в каком-нибудь итальянском порту без прилива в выходной день, то у повара дней, когда нечего делать, не бывает. А вот тяжелые моменты, такие как работа в качку, получение и распределение снабжения или подготовка к портам – это всегда пожалуйста. И вот хранение, распределение и заказ продуктов – это очень важная составляющая данной работы. Так, повар, работающий в береговом кафе, имеет определенное меню, за рамки которого он не выходит. И заказывает продукты на короткий срок, известного качества, известных производителей, согласно этому меню. А если чего-то не хватает, что-то недозаказал, то всегда можно сбегать в магазин, купить и тем самым исправить ситуацию. На судне все происходит несколько по-другому. Большой заказ продуктов планируется раз в три месяца. Да и это очень сильно зависит от портов захода. В каких-то из них доставка будет стоить больше, чем сами продукты. В других – сумасшедшие цены. Также стоит учитывать особенности мусульманских стран, где вы просто не получите нормальной свинины. Ту же Африку, где я бы не стал заказывать ничего, кроме овощей. Ну а если повар забыл заказать какую-то мелочь, допустим дрожжи, то экипаж может остаться без хлеба на пару месяцев. Ведь возможности сбегать и просто докупить может не быть очень-очень долгое время. Также следует учитывать сроки хранения. Ведь за просроченные продукты портовые власти вас просто порвут на части. И если замороженное мясо в любом случае хранится долго, то овощи при любом процессе хранения через месяц просто сгниют. И есть еще один нюанс именно для трампового судоходства. Каждый раз вы будете получать продукты разных производителей. И допустим приспособившись к одной муке, через пару месяцев вы получите совершенно другую и вновь придется привыкать. Следующий нюанс. Цены. В данной компании мы не должны превышать лимит в 7 долларов 50 центов в сутки на человека. А цены в каждой стране и даже в каждом порту разные. И договариваются о них компания. Мы лишь даем список необходимых нам продуктов. И здесь начинается раздолье для непорядочных поставщиков. Так однажды нам привезли свеклу, но только листья без корнеплодов. Может быть это конечно кто-то ест, но мы не кролики. И эти листья вернули. А в итоге на судне какое-то время просто не было свеклы. И еще один нюанс, который нужно учитывать. Это смешанные экипажи. Я просто не съем столько риса, сколько филиппинец или индус. Да и они от нашей еды не в восторге. Проще работать с нашими экипажами или все-таки в смешанном? Вот честно говоря, у меня и в смешанных экипажах есть свои плюсы и минусы. И в наших экипажах есть свои плюсы и минусы. Ну то есть тут 50 на 50. И там хорошо, и здесь хорошо. В далеком уже 2007 году я поработал в миксе с индусами и бангладешцами. И раз в неделю на то время электромеханик, а сейчас уже стармек Олег, варил изумительный борщ. Повар-индус какое-то время наблюдал за процессом, но а после научился варить суп-борщ не хуже. Индусы тоже пробовали и сказали, что это экзотическое блюдо очень даже ничего. Вполне съедобно, но конечно не рис. Олегу отдельная благодарность этот борщ я вспоминал на многих судах. Что же касается повара-индуса, могу себе представить удивление наших ребят, когда на следующем контракте он приготовит действительно замечательный борщ. А вот салат оливье индийский повар готовить так и не научился. Получалась у него какая-то кисловатая картошка, немного сродни немецкому картофелинзалат. В каждой кухне существуют свои особенности и нюансы. И теперь немного о нормах питания. Как я уже говорил, в этой компании мы не должны превышать лимит в 7 долларов 50 центов в сутки. В других компаниях есть свои правила. И согласно контракта мы должны получать европейское питание не меньше, чем установлено нормами флага. И если вы возьмете, допустим, мальтийский агримент, то там непосредственно расписано, сколько каких продуктов на человека в сутки положено. Это, конечно, минимальное количество, но почитайте, поудивляйтесь этим мизерным порциям. Для примера, в сутки на человека положено 1 ложка кофе или взамен ему пакетик чая. Но за все мое время работы я ни разу не сталкивался с ситуацией, чтобы экипаж был голодный. Пару раз случалось, что повара готовят плохо или невкусно. Один из них даже делал это специально, добиваясь каких-то бонусов и привилегий. И в итоге, чего он добился, так это того, что поехал домой по истечении минимального контракта. Бывало отсутствие разнообразия, когда заканчивались какие-то виды продуктов. Но так, чтобы экипаж был голодным, я не встречал, хотя слышал о таких ситуациях. Ну а теперь то, что касается калорийности и правильного питания. Если 100 килограмм, 1,60, естественно, им надо разное количество еды. То есть 100 килограмм в 2 раза больше, 60 килограмм обычно больше. Конечно, есть общие усредненные нормы. Так, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, для поддержания стабильной массы тела взрослого мужчины необходимо как минимум 2500 калорий. Но на практике эта цифра абсолютно индивидуальна и на нее можно лишь ориентироваться. И все это зависит от физических нагрузок, особенностей организма и обмена веществ. Наверное, зависит даже от климатических условий. И мы не приходим на судно с целью похудеть, набрать мышечную массу или накопить жирка на отгулы. Тем не менее, мне попадалась информация именно на уровне слухов, что некоторые крупные серьезные компании отправляют своих поваров на специальные курсы, где их учат именно рассчитывать белки, жиры, углеводы и все остальное. Теория – это замечательно, но сколько все это применимо в наших реалиях и условиях, я не знаю. И если у кого-то есть достоверная информация по этому поводу, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, будет очень интересно. Или повару какие-то специальные знания, допустим, повлияют как-то на работу именно судового повара, работа до этого в ресторанах высокой кухни или, нужно ли знать, молекулярную кухню? Какие-то особенности, специфика? Нет, не повлияет. Но судовой повар отличается от берегового повара. Это две разные специальности. Но, в общем-то, не повлияет. Еще одной особенностью этой профессии является работа в качку. Судно никогда не находится в состоянии покоя, но иногда работать приходится и в штормовых условиях. И эту особенность береговые повара не могут даже представить. Качке всегда привыкаешь, когда даже есть такой серьезный шторм, все равно приходится готовить, вставать и кормить людей. Нас на борту всего 19 человек. Это, конечно, не 300, как в какой-нибудь заводской столовой, но и помощнику повара всего один. Судовладельцы последнее время пытаются экономить на экипажах. Это дает возможность готовить блюда более по-домашнему. И учитывать вкусы, ну, хотя бы не всех, а большинства. Что едят? Какие любимые блюда экипажа? Любимые блюда экипажа это, люди, и пиццу, и шаурму, люди, и слойки, люди, и мучные изделия, люди, также борщ, солянку, люди. Любят ли моряки сладкое? Моряки любят очень сильно сладкое, особенно все молодежи. Что именно больше всего? Все сладкое, слоеное тесто сладкое, печенье, вафли, пряники, бублики, колобки. Что важнее в блюдах? Форма или содержание? Наверное, форма, скорее всего. Форма и содержание. Содержание градиентов, да, 100%. То есть, если, допустим, сделать хлеб или булки, съедят, скорее, булки? Булки, да, булки, скорее всего, да. Но, кроме того, нужно еще и наесться. Да, да. Что экипажу предпочтительнее, стейк или сосиски? Эээ, стейк, наверное, скорее всего, стейк, потому что сосиски это на завтрак, а стейк на обед. Что не любят, какие блюда не заходят? Ой, это я не знаю, этого я не знаю, это не могу сказать. Но вы смотрите за остатками, вот что остается, как-то регулируете это? Ну, макароны не особо едят, макароны, рис. Не берусь утверждать, но мне кажется, что моряки не особо привередливые в еде. По крайней мере, гурманов или ценителей высокой кухни я не встречал. Но еда не просто влияет на работоспособность, а делает настроение. Именно поэтому многие моряки делятся с поварами своими рецептами, ну или как минимум предпочтениями. Что добавляет в эту работу некий элемент творчества. Да и в общем-то, двух одинаковых блюд все равно не бывает. Ну, а теперь мое личное наблюдение. Я спрашивал у поваров, готовят ли они дома. И оказалось, что большинство нет. Что объясняется нормальной, обычной мужской психологией. Работать нужно на работе. Дома же мы хотим отдыхать. Скоро увидимся в новых видео. Всем удачи и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова